Мы продолжаем знакомить зрителей с первыми кавалерами ордена имени Городовикова. Среди награжденных аксакал земледелия Борис Гольдворк. В свои 83 года он продолжает работать в научном центре, охотно делится опытом и знаниями с молодыми специалистами. О буднях заслуженного агронома Калмыкии и России расскажет моя коллега Светлана Джиева. Человек, любящий свое дело. Борис Гольдворк большую часть своей жизни проводит на природе. Особая гордость – экспериментальные поля. О свойствах новых сортов пшеницы он может говорить до бесконечности. Борис Айзикович – автор 12 сортов азимы. Также он разработал 8 сортов аридных кормовых культур. И это лишь малая часть его заслуг в земледелии и в аграрном секторе в целом. Где испытываются различные сорта азимы и пшеницы. Их пригодность к условиям республики Калмыкии. Здесь представлены не только сорта калмыцкой и совместной селекции, но представлены сорта научного центра зерна имени Лукьяненко. Северо-Кавказского научного центра, Ростовского, Донского центров. Наша задача – оценить, дать оценку. Мы испытываем более 100 сортов, дать оценку и пригодности для возделывания в условиях Калмыкии. Любовь к природе зародился еще в школе. После окончания Ставропольского сельскохозяйственного института в 1961 году он пришел на работу в тот самый институт, где по сей день трудится. В его трудовой книжке всего одна запись, чем он и гордится. Хотя у молодого специалиста был выбор – остаться в Калмыкии или уехать в Казахстан. Благодаря первому руководителю Мархаджи Нармаеву, который предложил развивать кормовую базу для животноводческого направления республики, юноша не смог отказаться. Упорство и целеустремленность молодого ученого привели к значимым успехам. Сегодня за плечами десятки выведенных сортов. Своими знаниями и опытом Борис Айзикович щедро делится с молодыми специалистами. Непререкаемый авторитет для сельскохозяйственного товаропроизводителя Калмыкии, наставник для подрастающего поколения молодых ученых, источник жизненной мудрости, который передает нашему молодому поколению. За советом к нему едут из разных регионов. Без него не обходится ни одно сельскохозяйственное мероприятие в республике, связанное с растеневодством. Под его руководством выросло ни одно поколение высококлассных специалистов. Профессионал большой буквы. А в народе говорят специалист от Бога. Поэтому к нему в любое время можно обратиться. Он обязательно остановится, даст консультацию. Я поражаюсь его энтузиазмом. Он все время кипит какими-то идеями новыми. Практически нет таких хозяйств, где бы он не побывал в республике. И его знают тоже во всех уголках. Заслуженный агроном Калмыкии и России, кавалер ордена за заслуги перед отечеством второй степени, кандидат сельскохозяйственных наук, внес большой вклад в развитие растеневодческой отрасли Калмыкии и других регионов засушливой зоны Юга России. Опубликовал более 200 научных трудов. Один из разработчиков и активных исполнителей программы по борьбе с опустыниванием черных земель и кизлярских пастбищ. Соавтор способа закрепления песков путем посадки крупномерных саженцев Терескена. Всего этого Борис Гольдворк достиг работы в Калмыкии, приумножая опыт земледелия и развивая сельскохозяйственную отрасль республики. В этом году ко всем многочисленным званиям и регалиям прибавилось еще одно – орден имени Басан Бадминовича Гордовикова. Борис Айзикович вспоминает, Будучи молодым специалистом, ему удалось поработать и под руководством народного генерала. Басан Бадминович был инициатором и всей проблемой с архбинской низменности, освоения Калмыкии под лесосеяние и кормопроизводство. Программа так и называлась – кормопроизводство лесосеяние. И то, что самый северный рис в мире растет в Калмыкии – это большая заслуга Санна Бадминовича. А миллиардивные системы – это 6 миллиардивных систем и в Каспии, и в правоэкологическое, и в сарпинское. И наша гордость – это черноземельская водительная и растительная система, ведь она придала импульс развитию сельского хозяйства. Городовиковский призыв – это первый Бергбулатов. А сколько ученых, сколько тружеников и села, и тех отраслей, которые есть в Калмыкии – это очень большой пласт, который надо еще. И я думаю, так и будет. Получат следующие, не только поколение того, которое начиналось с Басан Бадминовичем, но и то поколение, которое сейчас продолжает ту работу, которую начал Басан Бадминович. Басан Бадминович все, что делал, он делал для развития не только сельского хозяйства, а вообще для всей Калмыкии, для имиджа Калмыкии. Ученый, новатор, блестящий практик, находится в постоянном творческом поиске. Его трудовая деятельность служит ярким примером для новых поколений ученых. Зелана Джива, Борис Анжураев, информационная программа «День республики».